Уважаемые студенты четвертого курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новейшая история стран Запада». На прошлой лекции мы говорили о начале Второй мировой войны, сегодня поговорим о ее ходе и завершении. Итак, у нас сегодня с вами лекция девятая «Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Завершение Второй мировой войны и ее итоги». И по плану мы рассмотрим два вопроса, собственно, ход войны 1941-1945 годов, завершение Второй мировой войны и ее итоги, хотя, скорее всего, для этого потребуется отдельный семинар. Итак, на прошлой лекции мы с вами стали говорить о событиях 1939 года, нападения Германии на Польшу, затем Красная армия уступила с Востока в Польшу, договор о дружбе и границе между СССР Германией, советско-финляндская война, которая длилась с конца ноября по середину марта 1940 года. И в 1940 году Германия активно оккупирует европейские страны, Данию, Норвегию, Бельгию и Голландию, Люксембург. И 22 июня 1940 года капитулировала Франция. Германия перед этим довольно быстро прорвала линию Можино, оборонительную линию, которую Франция строила на востоке, так сказать, на близкой границе с Германией. И после прорыва этой линии большая часть Франции была оккупирована германскими войсками, а на неоккупированной части был образован такой мариничный режим с центра в городе Виши, вишистский режим во главе с лидером французских фашистов маршалом Петеном. В то же время патриотически настроенные французы, очень многие эмигрировали, и в Лондоне был создан французский комитет национального соосвобождения, который со временем возглавит знаменитый генерал Шарль де Голь, будущий выдающийся лидер Франции и лидер Пятой Республики. Летом 1940 года произошло еще одно важное международное событие. Красная армия вступила в Прибалтику, Бесрабию, Северную Буковину. В Прибалтике были проглашены Литовско-Латвийская, Эстонская Советские Столистические Республики, и была проглашена Молдавская Советская Столистическая Республика на территории Бесарабии, Северной Буковины. Эти территории фактически были возвращены у Румынии, которые отошли к ней, так сказать, Бесарабия, в частности, еще в 2021 году, а Северная Буковина, так сказать, никогда не входила в состав России, но тем не менее, так сказать, эта территория тоже была оторгнута, и на эти территории была сна Молдавская Советская Столистическая Республика. В декабре Гитлер утверждает план Барбаросса, нападение на СССР. По нему нападение должно было произойти в мае 1941 года, затем план был сдвинут позднее, так сказать, на 22 июня. И именно в 1941 году, из-за того, что в начале апреля произошла агрессия Германии против Югославии и Греции, германский генеральный штаб решил, что не хватает ресурсов, надо их пополнить, и дата нападения на СССР была перенесена на 22 июня 1941 года. Очень важное событие прошло 13 апреля. После поражений у озера Хасан и на реке Халхинго Япония подписала договор о нейтралитете между СССР и Японией. Это очень важная победа была советской дипломатии. Но, тем менее, Советский Союз держал десятки полков на Дальнем Востоке, опасаясь агрессии со стороны Японии. Но затем, когда, в общем-то, пришло убеждение в том, что Япония не нападет, по крайней мере, в ближайшее время на Советский Союз с Востока, часть этих войск была переброшена под Москву очень вовремя, в декабре 1941 года, и они способствовали вот этой победе под Москвой и начало отступления германской армии. 22 июня Германия напала на Советский Союз, и в ходе этой войны Германия очень быстро продвигалась вглубь советской территории. Там, на этой границе, новой границе, которая возникла после событий 1939 года, о которых мы говорили на прошлой лекции, там еще не было толком обустроено все, так сказать, в военном отношении и в пограничном. И, кроме того, неудачная тактика была выбрана, огромные советские части воинские попадали в окружение, в котлы, из-за того, что не отдавали свои именные приказы об отступлении. Была попытка удержать Киев, так или иначе, очень успешно Германия, так сказать, продвигалась на восток, и уже 24 сентября была запущена, начата операция «Тайфун» по захвату Москвы. Дело в том, что по плану Барбаросса предусматривалось, что несколько групп армий, группа армий, так сказать, север, центр, юг, финанская группировка, так сказать, одновременно атакует Советский Союз, и у каждой была своя цель, да, вот, у финансовой группировки, так сказать, захват, там, Ладоги, часть Кольского полуострова и окружение, так сказать, Ленинграда, блокада, так сказать, у группы армий, центр, взятие Москвы, у группы армий, юг, захват Киева, там, выход дальше, значит, на Украину, там, Крым и так далее, Кавказ, вот, и группа армий, север, тоже шла на Ленинград с запада, и в ходе вот этого уже периода войны, 1 октября, в Москве было подписано соглашение о поставке средств мыслей за вооружение, снаряжение и продовольствие Англии и Соединенных Штатами Америки, это, так называемое соглашение по ленд-лизу, что это такое будет в конце лекции в Глоссарии, и, как я уже говорил, 6 декабря началось контр-ступление Красной Армии под Москвой, здесь очень долго держали оборону, части, в том числе, сформированные в Казахстане, вот, вы знаете, Пансиловская дивизия, там, другие знаменитые наши подразделения воинские, вот, и здесь, благодаря этой героической обороне, и благодаря тому, что вовремя были переброшены свежесибирские дальневосточные дивизии, гитлеровский план Блицкрига потерпел крах, и началось контр-ступление, и вот, 7 декабря, Япония атаковала военно-морскую базу США Перл-Харбор на Гавайских островах, и на следующий день США и Англия объявили войну Японии, и, так сказать, также Германия и Италия тоже вступили в эту войну между собой, а 1 января 42-го года в Вашингтоне 26 государств, названных объединенными нациями, этот термин придумал Франко Дзилан Рузвельт, подписали Атлантическую хартью и декларацию о совместной борьбе против фашизма. В 43-м году, зимой-весной, Япония очень активно, агрессивно захватывает Дальний Восток, Чехтянский регион, Таиланд, Филиппины, Гонконг, Малайзию, Сингапур, Бирму, Индонезию, Юго-Западная Китай. Поскольку советское командование впало в некую эйфорию после победы под Москвой, в начале 42-го года была дана команда, так сказать, совершить войну до конца года, так сказать, видимо, думали, что сейчас только успешные, так сказать, наступательные операции будут, но тем не менее, 42-го года сложилось очень тяжело. Вот, к лету Германия на многих фронтах перешла в контрнаступление, дошла до Волги, захватила, так сказать, Крым и так далее, то есть дошла там на Кавказе до определенных высот, и началась паника, в общем-то, панические настроения, и вот 28-го июля появился знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад». По этому приказу за отступление без приказа отступавшие попадали под трибунал и чаще всего под расстрел, и кроме того были сформированы так называемые штрафные батальоны, штрафбаты, то есть из уголовных преступников, из политических заключенных, так сказать, создавались так называемые штрафные батальоны, которые бросались в бой на самых тяжелых участках, там, где шел прорыв обороны противника, или там, наоборот, где противник пытался нашу оборону прорвать. Смертность в этих войсках доходила до 80-90%, но был шанс выжить, и если человек получал ранение, считалось, что он смыл кровью свое преступление перед Родиной, и с него снималась вот эта уголовная статья, и он мог потом после лечения в госпитале вернуться уже в нормальную воинскую часть, так сказать, вот бывшим офицерам возвращали ордена и звания, там, и так далее, и так далее. Ведутся бои и в Северной Африке на рубеже Эль-Аламейн войска британского генерала Монгомери, разбили войска немецкого генерала, известного, хитрого Лиса Роммеля, а 12 октября 1942 года начинается наступление немцев на Сталинград. Войска под командованием одного из любимчиков Гитлера, фельдмаршала фон Паулюса, начинают наступление на Сталинград, и здесь, пожалуй, решалась судьба во многом Второй мировой войны. 8 ноября происходит операция «Факел», англо-американские войска высаживаются в Северной Африке, а 19 ноября начинается операция советских войск «Уран», это контр-вступление советских войск под Сталинградом, в результате чего 330 тысяч немецких сладоофицеров попадают в кольцо окружения, гибнут в этом кольце, это крупнейшая победа, пожалуй, на тот момент, это перелом, начало перелома в Великой Отечественной войне и вообще во Второй мировой войне, после этого стратегическая инициатива полностью переходит уже в руки советского командования, а фельдмаршал фон Паулюс попал в плен. В 1943 году продолжение этого коренного перелома, Курская битва, операция «Цитадель», кровопролитные жестокие бои танковые у деревни Прохоровка на Курско-Орловской дуге, и здесь тоже одержана грандиозная победа, и гитлеровские танковые армии опрокинуты, так сказать, обращены в бегство, это завершение коренного перелома в войне. Больше у немцев успехов не будет на Восточном фронте. 10 июля англо-американские войска выстрелились на Сицилию, а затем двинулись из Сицилии на юг Италии и пошли с юга на север, на Рим, и 3 сентября Италия капитулировала. Германия в ответ к первому северному центральному Италию, и там тоже было сформировано Мариночное государство, республика Сало, так называемое, во главе с Муссолини. В ноябре 1943 года французский комитет национального освобождения возглавил Шарль де Голь, а в конце ноября, 1 декабря до 7 до 5 дня, прошла знаменитая Тигранская конференция, то есть встреча Большой Тройки. Лидеры СССР, США и Англии, Сталин, Рузвельт и Черчилль, встретились на Тигранской конференции, где обсуждали вопросы дальнейшего ведения войны, и даже первые вопросы будущего после военного строительства мира. В начале 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда, которая длилась около 900 дней, 4 июня Союзный войск Казани или Рим, а вот 6 июня происходит важнейшее событие, открытие так называемого Второго фронта в Европе. Войска Союзных войск Калавес Дуайтом Зинхауэром, будущим президентом США, в Нормандии, это Северная Франция, высадились и начали свое наступление на Германию уже с запада. Это операция Оверлорд. В конце августа было антиферсское восстание в Париже, и вот уже 2 сентября 1944 года Финляндия вышла из войны, начинают выходить из войны союзники Германии. Финляндия, потом Болгария, потом Румыния. В 1945 году, в январе, последняя попытка Германии как-то вернуть себе стратегическую инициативу, происходит контр-раступление Германии в Орденских горах, в Орденах, неудачная. А в период с 4 по 11 февраля в Крыму проходит знаменитая Ялтинская или Крымская конференция, вторая конференция Большой Тройки. Опять Сталин, Черчилль и Рузвельт решают уже точно судьбу после военноустройства мира. Кроме того, здесь Сталин дает обязательства, что Советский Союз не позднее, чем через 3 месяца после победы на Германии, атакует на востоке Японию, что и было сделано, собственно говоря. Ну и некоторые другие вопросы решаются, очень важные. Вот, видимо, разграничение сферы влияния, раздел Германии между союзниками и так далее. 16 апреля началась операция по взятию Берлина. 25 апреля советские и американские войска встречаются на реке Эльба. Это встреча союзников знаменитая. 28 апреля во время попытки бегства был казнен Муссолини, а последние германские войска капитулировали на следующий день в Северной Италии. Узнав о казне Муссолини, о том, что он был повешен низ головой, 30 апреля, предварительно перед этим, женившись на Еве Браун, покончил с собой Адольф Гитлер. Это произошло в здании рейс-канцелярии. 2 мая капитулировал гарнизон города Берлина. С 5 по 9 мая проходило Пражское восстание, когда советские войска помогли пражанам восставшим победить оккупантов немецких. А 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте с германской стороны фельдмаршал Кейтель, а с советской стороны маршал Георгий Константин Жуков подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло ближе к ночи 8 мая, а в Советском Союзе, поскольку часовые пояса, так сказать, там восточнее, уже наступило 9 мая, поэтому окончание войны с Германией в Европе празднуется 8 мая, а в Советском Союзе, и вот сейчас бывших в Советских государствах, 9 мая, потому что по времени здесь уже наступило 9 число. С 25 апреля по 26 июня проходила учительная конференция Организации вне нации Сан-Франциско. К тому времени уже, к сожалению, скончался инициатор создания ООН и человек, который придумал этот термин, Франклин, деланный Рузвельт, он умер 12 апреля 45-го года. И в июле-августе прошла Берлинская-Поддамская конференция, очередная конференция союзников, куда вместо Рузвельта прибыл Трумэн. И дальше Атомный.